Приоритетные проекты развития здравоохранения рассмотрели участники совместного расширенного заседания Ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов Государственных университетов Миноборнауки Российской Федерации, которое прошло на базе РУДН. Главная цель развития государства – сохранение людей и преумножение человеческого потенциала нации российской. Это задача номер один, и совершенно стратегическая роль в этом плане ложится на систему здравоохранения. Задачи, которые формулируются, они не просто амбициозные с точки зрения их масштабности, но они требуют очень быстрого развития. Без сомнения, самым ключевым направлением развития здравоохранения является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для всего населения Российской Федерации вне зависимости от региона проживания населенного пункта. И для решения проблемы доступности качественной медицинской помощи определены основные приоритетные направления. Первым из них является поддержка материнства и детства. И Государственная Дума, в частности, поддерживая бюджет здравоохранения, бюджет Фонда медицинского страхования, уделила этому большое внимание. Я имею в виду продолжение и завершение строительства перинатальных центров и обеспечение помощи самым нашим маленьким деткам, новорожденным. Уже на прошлой неделе на встрече с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным была обозначена, министром обозначила также возможность развития дальнейшего здравоохранения, в частности, строительства детских поликлиник и детских больниц новых. Также на заседании коснулись вопросов подготовки высококвалифицированных кадров в здравоохранении, вовлечения врачей в систему непрерывного медицинского образования, в том числе и с использованием дистанционных технологий. Обсудили и необходимость информатизации здравоохранения для того, чтобы все граждане страны смогли своевременно получить медицинскую помощь. Будут созданы личные кабинеты пациентов, что поставлена задача президента в течение двух лет подсоединить к высокоскоростному интернету все медицинские учреждения нашей страны. Ну и много-много другое. В развитии высокотехнологичной помощи хорошо тоже известно, что буквально 10 лет назад несколько десятков, только тысяч наших граждан получили такую помощь. А в этом году около 900 тысяч граждан Российской Федерации, взрослых и детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Доступность медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах. Это 34 региона Российской Федерации. Один из приоритетных проектов направлен на развитие санитарной авиации для того, чтобы все граждане Российской Федерации были обеспечены возможностью оказания экстренной качественной медицинской помощи. В повестке заседания Ассоциации стоял и вопрос о взаимной интеграции в построении электронной среды университетов и утверждение ряда мероприятий, необходимых для дальнейшего развития деятельности организации. Участники рассмотрели положение о проведении фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников и всероссийского конкурса названий «Вуз здорового образа жизни». К слову сказать, РУДН не раз являлся победителем этого конкурса, что, в общем-то, неудивительно. Об этом свидетельствует постоянная работа и со студентами, и та доминанта, которая есть среди преподавательского состава, потому что «Вуз здорового образа жизни» — это хорошее осознание себя в пространстве. Это не просто профилактика какого-то заболевания, или занятие спортом, или активность какая-то физическая студентов, и участие в этом во всем преподавателей, или работа со СМИ. Это нет. Самое главное, чтобы ядро коллектива было исполнено пониманием того, что только здоровый человек, понимая, что здоровье — состояние физического, психического и морального благополучия, только здоровый человек может быть настоящим активным гражданином и творить добро. Екатерина Гульбина, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.